всем привет с вами нехта и это спецвыпуск новинок на лайв канале мы продолжаем информировать вас о том что происходит вокруг и сегодня мы поговорим о событиях в казахстане прямо сейчас ставьте лайк подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик чтобы не пропустить следующие выпуски не забывайте делиться нашим видео с близкими пусть еще больше людей знает правду ну а мы начинаем сожженное здание разграбленные магазины жертвы среди гражданских и военных тысячи задержанных по всей стране еще 2 января в это было трудно поверить в казахстане периодически были протесты на каких-то мощных предпосылок к восстанию не видел никто с чего же все началось и почему именно в жана озене 2 января правительство казахстана решила поднять цену на сжиженный газ вдвое с 60 до 120 тенге за литр на западе страны большинство автомобилистов заправляются газом учитывая размер минимальной зарплаты в 60 тысяч тенге а это около 135 долларов такие цены оказались попросту неподъемными жители жана азена собрались на центральной площади и записали видео с требованием вернуть все как и было выразить солидарность вышли в актау актабе уральске и шимкенте и чинуши испугались уже через пару часов ночью президент казахстана косым жамар такаев поручил правительству срочно обсудить ситуацию в регионе протестующих он попросил не нарушать общественный порядок хотя никто ничего не нарушал протесты носили исключительно мирный характер правительство пошло в отказ сказав что они отношения к этому не имеют да и вообще ни в чем не виноваты утром 3 января местные сми сообщили что власти начали перекрывать центральные площади по всей стране и отключать интернет начались единичное задержание в окрестностях аэропорта актау заметили припаркованные автобусы над гвардии с подмогой из других регионов в городе местные жители установили палатки и юрту где можно согреться и выпить горячего чая 4 января такаев у себя в твиттере написал что правительственная комиссия приступила к работе в октау и демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу днем эта комиссия анонсировала снижение цены на газ по мангиста узкой области до 50 тенге но протесты уже охватили всю страну требования людей расширились они настаивали искоренить коррупцию и кумовство сократить безработицу требовали убрать подальше от власти елбасы назарбаева и его наследника такаева кричали шалкет что в переводе на русский значит старик уходи самые массовые акции протеста произошли в отырау октобе уральске протестующие перекрывали улицу и железные дороги их задерживали в алматы особенно жестко там в ночь на 5 января прошел многотысячный марш до площади республики власти согнали космонавтов со счетами поставили рубежи и водометы полицаи начали применять светошумовые гранаты беднягам было так страшно что им даже бэтменов прислали в подмогу и верные шавки режима применили против протестующих газ но смелых протестующих не испугать даже военной техникой даже бтрами ночью в городе были сожжены 120 автомобилей в том числе машины скорой и полиции разгромлены 120 магазинов и киосков 180 ресторанов и кафе в некоторых городах полицейские перешли на сторону народа и даже присоединились к маршам в казахстане практически полностью перестал работать интернет и стационарная телефонная связь по меньшей мере 8 телеканалов исчезли из эфира аэропорт алматы закрыли добраться в город по воздуху стало невозможно 5 января такаев отправил в отставку правительство за допущение протестной ситуации и ввел режим чрезвычайного положения который будет действовать до полуночи 19 января на эти дни в регионах комендантский час ночью нельзя появляться на улице закрыты въезд и выезд из регионов запрещены все митинги но людей это не остановило более тысячи человек прорвались к зданию администрации алматы и подожгли его авталды каргане повалили прижизненный памятник назарбаеву казахстану оказались прикованы взгляды всего мира в кремле сначала заявили что это не их проблема но вскоре такаев попросил помощи у страну дкб из-за внешней террористической угрозы и уже через несколько часов российские дизантники погрузились в самолет кремль подошел к делу со свойственным ему размахом и отправил несколько военных самолетов с людьми и техникой сообщается о трех тысячах военнослужащих ввести миротворцев оккупантов решила и беларусь отправив военных 103 воздушно-десантной витебской бригады пересидент лукашенко понес полную ахинею и предложил протестующим встать на колени перед военными поэтому надо по-народному говоря пойти встать на колени извиниться перед военными чтобы вот эту вот трещину сгладить которая наметилась и садится с властью с такая он приглашает всех кто желает для переговоров и выстраивания своего государства остальные страны участники о дкб также ввели войска таджикистан 200 солдат армения около сотни кыргызстан 150 многие предполагают что для такая во все происходящее как бальзам на душу он убрал назарбаева и теперь у него в руках еще больше власти можно смело грабить народ и строить себе резиденции как это делают в россии и беларуси по всей стране происходит задержание арестовано более четырех с половиной тысяч человек тем демонстрантам кому пришлют терроризм грозит пожизненное заключение и лишение гражданства полицаи вовсю мониторит соцсети и ищут провокаторов и несмотря на восстановление контроля о котором заявляют власти на территории казахстана выставлены 70 круглосуточных блокпостов в алматы военные охраняют стратегические объекты и проводят зачистку улиц в мвд казахстана подтвердили что все здания городских и районных администраций а также отделений полиции под полным контролем властей на центральной площадке нтымак в октав протестующие разбирают юрты и увозят железные конструкции так что же такая в достиг желаемого но какой ценой страна фактически потеряла независимость в интернете уже даже шутят что дкб это четыре ошибки в слове ссср кремль если и выведет войска то только после соблюдения каких-то определенных условий скорее всего это контроль за ключевыми отраслями экономики пропал из информационного поля назарбаев который долгое время не давал россии глубоко влезать в казахстан и дружил западом и китаем со времени неформального саммита в петербурге его никто не видел благодарим вас за внимание и активность в комментариях самые оперативные новости традиционно в наших телеграм-каналах в их описании вы найдете ссылку на наш анонимный телеграм-бот куда можно прислать безопасно любую важную информацию адреса всех каналов нефты неизменны в том числе и инстаграм если хотите поддержать нас финансово переходите по ссылке в описании под этим видео или жмите на кнопку спонсировать до скорого живи беларусь алга казахстан а и и